Плюс более чем 219 миллионов. Городская казна пополнилась средствами из вышестоящих бюджетов. Парламентарии проголосовали за то, чтобы основную часть денег свыше 53 миллионов направить на оплату подключения к инженерным сетям школы, которую строят в 20 квартале. Помимо этого, школа номер 4 получит средства на ремонт инженерных сетей, а школа в микрорайоне Федоровка – проект капитального ремонта. Также профинансируют оснащение образовательных учреждений системами безопасности и модернизацию 10 пищеблоков. Другие социально значимые расходы, за которые проголосовали народные избранники, порадуют тех, кто ждет новоселье. Деньги пришли на программу «Молодая семья. Доступное жилье». Мы дополнили почти 48 миллионов рублей на эту актуальную тему, которую не раз поднимала наша фракция «Единая Россия» в Думе, наша партия в городе. И мы рады, что теперь большее количество семей получит сертификаты. Увеличена сумма и на представление квартиры детям-сиротам. Важным вопросом в повестке стала защита и воспроизводство леса. Как отметил глава Толези Николай Ренц, полиция продолжает расследование поджогов. Поймать злоумышленников не удалось. Не помогла даже обещанная награда в полмиллиона рублей. И усиленное патрулирование зеленой полосы. В этом году на охрану леса вышли почти 5,5 тысяч человек. Намного больше, чем в 2020-м. В этом году количество административных дел за нарушение правил противопожарного режима в лесу составило 239 протоколов. А в прошлом году было 33. То есть достаточно активно работали. Пока все усилия не дают желанного результата, а тем не менее власти заверяют, что знают, как его добиться. Только в этом году областной бюджет выделит дополнительно примерно 10 миллионов рублей на покупку спецтехники для патрулирования и воспроизводства леса. А уже в следующем году финансирование может увеличиться в разы. Город запрашивает у региона 60 миллионов на лесовосстановительную технику и более 50 на очистку зеленой полосы. Мы точно понимаем, что надо сделать, чтобы эту опасность распространения огня, возникновения быстрораспространяющих пожаров предупредить. Это противопожарное обустройство леса. Мы этим занимаемся и мы это точно сделаем. И еще, в назло всем, мы будем опять сажать лес. Острую полемику вызвало обсуждение результатов благоустройства. По программе формирования комфортной городской среды работы в четырех дворах еще не завершены. Не сдан в срок и сквер на бульваре Островского. Подрядчику предъявили претензии и надеются, что прогуляться по обновленному бульвару можно будет хотя бы к 15 октября. Опаздывают с обустройством дворов и по муниципальной программе. 235 миллионов у нас по этой программе было на этот год, по муниципальной благоустройству вместе с областными деньгами. 235 миллионов. Я думаю, что, предполагаю, что уровень финансирования должен сохраниться и на будущий год. Это серьезные деньги, очень хорошие деньги. Но на 1 сентября из 235 миллионов 215 не освоены. Депутаты призвали администрацию города сделать выводы. И выразили надежду, что горожане увидят результат работ к 30 октября. Сроки, желаемые, которые мы обозначали вместе с городской администрацией, не выполнены. И сейчас идет более такая активная работа, до того, чтобы сентябрем-октябрем все благоустройство, которое намечено на этот год, выполнить. Обсудили и реконструкцию здания бывшего культурно-развлекательного центра «Пирамида». Его перспективы, увы, не стали яснее. Администрация заявила четкую позицию лишь в том, что продавать участок земли под аварийным помещением или строить какой-либо другой социальный объект здесь не стоит. Лучше довести до конца начатое когда-то и получить новую сцену «Театра колесо» в Автозаводском районе. Игорь Ильичман, Андрей Комиссаров, Новости Тольятти.